Продолжение следует... 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 До этого пару технических вещей, мы говорили о линии передачи Лаврю. И я пытался объяснить, почему это так важно, потому что это важно. Та книга, которую мы изучаем, будем изучать, вернее, мы её ещё не назвали. Мы, может быть, запишем сейчас её. Будем изучать Ламрим Дудум. Это короткая книга о шагах на пути. Короткая книга о шагах на пути. Ламрим Дудум. Ламрим Дудум. Его шедевр, кто знает его шедевр? На него, конечно, много. Ламрим Чен Мох. Это более длинное описание Ламрима. И, конечно, нам нужен комментарий к этому. И это песнь моей духовной жизни. Песня моей духовной жизни. Моя духовная жизнь. Подвинуть сюда или нормально? Подвинуть? 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 Как это? Подвинуть? Подвинуть, это не название Дудум. Извините. Это не название Дудум. Песня Духовной жизни — это не комментария, это ещё оно название для Дудум. Комментарий, который мы будем использовать, автор Чонни Лама Драква, называется «Короткое освещение сути». И даты, когда жил в Чонни Лама Драква, это 1675-1748. Так, как мы говорили вчера, продолжать эту линию, эту мудрость, это очень-очень важно. И линия передачи очень хрупкая. Если вы когда-нибудь прочитаете эту книгу, есть небольшая краткая методичка по этой книге. Я должен работать над переводом этой книги на немецкий, иногда она хватает на туре. Но там описано то, что произошло с учителем у Гешила. Когда он стал монахом, это все еще в Тибете. Мне кажется, это, возможно, был один из последних экзаменов на Геша в Тибете. Это очень серьезный, тяжелый экзамен, три недели. В его время это было десять тысяч монахов. И во время этих трех недель, кто угодно может задать любой вопрос на любую тему в любой форме, любым способом. поэтому, я имею в виду, лучше знать предмет. Поэтому лучше знать предмет. И это занимает 20 целых лет. и не каждый, кто хочет от Геши, становится Гешей. В Геше Майклах класс 60 человек начали, и, я думаю, 2-3 лет начали. В Тибетском языке. То есть, дебаты были не на английском, а на тибетском. Как он это сделал, я не понимаю. Что-то запредели, а на английском что-то невозможно. Когда тибетские монахи тебе аргументы дают на своем родном тибетском языке, ты должен отвечать, это что-то невероятное. Кен Ринпоча Геши Лоб Санктарчин он стал номер один из десяти тысяч монахов. И он стал настоятелем монастыря Сэра Мэй, который является одним из четырех самых главных монастырей. И он стал заместителем настоятеля Тантрифского колледжа, который Юмэ. Юмэ. Ладно, это секрет. Ладно, это секрет. И то, что произошло, то, что описывается в этой книге. Однажды утром, в то время не Кен Ринпоча Геши Лоб Санктарчин, а вот этот монах, он себе падает и чистит зубы. И потом начинает падать бомбы на монастырь. Он взял полотенце, выбежал от леса и никогда не вернулся. И перешли через Гималая. Если бы бомба упала на него, у нас бы не было занятий. Потому что не было бы тогда Кен Ринпоча Геши Лоб Санктарчин. Не было бы Геши Майкла. И Питер где-то, не знаю, даже не хочу думать. Но в общем, когда они перешли через Гималая. И если бы когда-то, ну, Альфы это горы, а Гималая это вообще другое. Я всегда думал, когда рос, это большие горы. А потом, когда ты приезжаешь в Ладак, в Северной Индии. В Северной Индии, есть такое ощущение, долина, горы. И потом более высокие горы там сзади. А в Альпах иногда, когда есть это хоу. А люди сравненно не думают, это уже горы. А потом есть еще один хоу. И потом есть побольше такие. В Гималаях. За этими самыми высокими еще две. На моем фейсбуке, если вы посмотрите внимательно. На фейсбуке, вы увидите, что там за горами есть еще одна огромная гора. И фотография уже на высоте 3000 метров. Это обычно где Альф стоят. И вот они перешли через горы босиком. Это не описуемо. И вот это ваша линия. Это как тонкая-тонкая линия. Так что важно продолжать. Потому что если ее не станет, то я не знаю, что делать. И так. И так. Гешен Майкл говорит следующее. По поводу Ламрима. Цель Ламрима. Это стать просветленным существом. Есть много разных названий. Идея одноэтажная. И это означает, что у вас будет другое тело. И это означает, что у вас будет другое тело. Да? Иногда люди приходят. Особенно после четвертого ACI. И говорят, а кем я был в прошлой жизни? А я говорю, понятия не имею. Но. Ваше тело. Ваша физическая внешность. Это отпечаток. Вашего ментального состояния сознания в прошлой жизни. В моем случае, к сожалению, так. Если вы станете ангелом, то это тело ангела. И тело ангела это как отпечаток ноги в снегу. Отпечаток вашего ментального состояния сознания в прошлой жизни. Поэтому если вы хотите знать, что было в прошлой жизни, посмотрите на тело. Посмотрите в зеркало. Посмотрите в зеркало. И. 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 Поехали. И. 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 Это такая связь с йога асаной, и я хотел с этого начать, поэтому йога асана так важна. С одной стороны, если у тебя человеческое тело, это означает, что в прошлой жизни ты был наверняка очень добродетельным. Я это неизвежливости говорю, это просто так. Если вы можете прийти на занятия Бладхамме, согласно писаниям, то ваш добродетель настолько экстремальна, как примерно один на миллион. Потом есть определенное восприятие у вас, занятие в Бладхамме. Некоторые люди думают, что это немного странно. Поэтому, как я говорю, это очень важно, чтобы никто не думал, что это странно. Особенно потому, что это так и есть странно. В общем, все, что касается поклонений, например. Если ты не знаешь, что происходит, то можно подумать, что все эти люди сумасши. Вы должны объяснить, вы должны делать это, вы должны сказать людям, расслабьтесь. Не делайте то, что делают другие, они что-то еще потеряли на полу. И, наверное, что-то уронили. Просто послушайте то, что будут говорить. Но, каждая деталь вашего тела прямо сейчас, это отражение чего-то, что вы сделали в прошлом. Итак, Наталья вчера и Наталья вчера, когда я думал в мою спину. Две недели назад я вообще не мог шевелиться. Мы были в Хорватии в отпуске. И, как все знают, отпуск — это по определению хорошо. То есть само по себе хорошо. И однажды утром я встал, встал с кроватями, обычно тысячи раз уже так делал. И тут я понял, что у меня на спине какой-то маленький человек с тремя ножами, который постоянно играет мне. И я решил лучше, наверное, лечь опять, потому что иначе я закричу просто. И это означает, что я создал боль для кого-то в прошлом. Иначе я не могу. Я думаю, что, возможно, я могу двигаться, пока я приеду в Киеве, чтобы я могу прожить. Я пришла к Наталье, чтобы сказать ей, почему я не могу делать йога. И я думала, что я надеюсь, что я как-то доживу до Киева, и как-то это хотя бы немножечко пройдет, чтобы я смог дойти до Натальи и объяснить ей, что из-за этого мужика я не могу на йогу пойти. Я не могу на йогу пойти. So last night, I told Masha after the first ever class, I said she doesn't understand my big problem in my back. She's doing things with me I thought I would never be able to do again. And then I said thank God for Natalia. Because she's... First of all, it's a huge blessing that we don't speak each other's language. Because I'm really good at explaining people why not to do something. Because I'm really good at explaining people why not to do something. But she doesn't understand because she's completely sealed. And it's a nice thing to do. 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 So your past life did a lot of good things. But you did not pull it off 100%. The reason why we are here is not to become a Buddhist. You can if you want to wear it. It's only to pull it off this thing. I want to do a little. I got another chance. I don't understand completely how and why. Frankly, I don't care much. I'm here. I got an idea of where to go. And I need all my resources to do that. No subjects. So if you're able to change the mental, the inside of your mental, like a person has several parts. The simplest way of saying is physical and mental. The change needs to start in the mental. It's a part. If you manage to change the mental part, then the physical will change after. And that's the job. And that's our job. Good that we have done it. Good that we have done it all. Peter, do Kendrin... Peter. Yes. Did Kendrin Pache also go through the mountains? Or is it only the author to her? The author of the book pointed to Nirvana before Kendrin Pache walked over. So he's the one that... I mean, it's also a weird story. He came to India. He came to India. He came to the Dalai Lama. He came to the Dalai Lama. And at that time, which connects to Sariana and Igor and Jantan. People came to... I can't believe I've forgotten which way he lives. I can't believe I've forgotten which way he lives. Is he who lives in India? Dharamsama. Yes, Dharamsama. Thank you. So Westerners showed up there at some point. And they just died. And they all died. Fell off a rock. Gotten seas and... Because it's... Coming close to highly spiritual objects leads to purification. So there are long stories where people came close to him and they died. Kendrin Pache went with him to India. Kendrin, I believe, at the age of 57. His Holiness said, Kendrin Pache, can you please go to the United States? To this huge, 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 big church. It's like a tiny Mongolian temple. It's like a small Mongolian temple in New Jersey. New Jersey in the United States is called the armpit of the United States. Why? Because it's highly industrial. Because it's very industrial. All the oil refineries in the region there. There's a harbor at Bootskameen and it's like this. So that's where Kendrin Pache spent the rest of his life. And he got a couple of good students. One of them there's no church. And that kept it going. But it's a thin line. And appreciating it helps. Did we say that we're going to use the... Yes, we did. Brief illumination of the essence. Yes. Good. Sorry. That comes. I didn't forget. Now, before we start going to the Lam Rim, we need to talk about four qualities. That the Lam Rim, that studying and knowing the Lam Rim gives you. And they are famous. The first one. I'll first say the formal explanation and then I will talk about it. You realize that all the teachings are free of any inconsistency. So, while Masha is writing it down, I will tell you why it's cool. If you study in a monastery, if you do a Geshe training, which basically the ACI courses would present? You start at the beginning. And then, like you study, you study for twelve years Prasana Paranipa. Perfection of wisdom. You study Abhidhamma Kosha for many years. For many years each year you study logic. And for about ten to fifteen years of study, it feels like you study different pieces that are not connected. Part of that is that we have these four different Buddhist schools. Who taught the four different schools? The Buddha. The Buddha. The Buddha. Four and a half different ways of seeing and of explanation of everything. And so for many years, as you go deeper and deeper in different subjects, it's not clear and easy to see that there is a connection. At the end, it flows all into one picture and you start to realize that there are countless syllogisms that you study in logic, that at a certain point seem so unrelated to opening your heart. Because you are banging your head against understanding something intellectually and it doesn't feel like you are going to become a much nicer person if you understand this. Eventually you start to see, not just understand, see clearly, how the perception theory, meaning how we perceive things, which is the goal of syllogisms and logic, is directly related to getting to an experience of seeing emptiness directly. Which is the ultimate heart opening. Absolutely not. It's the heart opening of all heart openings. That is the heart. But when you go into logic in the beginning, does it feel like that? When I'm doing this funny, what you say doesn't relate, it doesn't feel like a heart open or not. But it is. Because when you prove to yourself that everything is proof, that everything comes from your sin, then logically bodhicitta is the only way to do things. That's the heart. That's the heart. So, how is that related to the first quality of the Lam Rim? If you don't have time to spend 22 years in a monastery, a good teaching on Lam Rim, even just for a couple of hours, if it is complete, gives you the complete understanding of how everything is connected. And that the teachings are free of things that are not consistent. So, everything is connected. It's a perfectly interlocked puzzle. And on another note, if your relationship with your Lama goes well, then what happens is that every teaching you get, the next class you hear, is always exciting. Exactly what you need to hear. Is it really exactly what you need to hear? Not from each side. Someone else could go to the same class and say, that was very strange. But for you, if it is that, it's because you have to sit for that. It means you're doing something right. Which is the second point. Every teaching strikes you as personal advice. So, that means that if you really get good at this. And I remember in the beginning, meaning the first five years. five or six years or six years. Geshila with good teaching, sometimes with a warning, like, don't do this. Иногда давал какие-то предостерегал, но так не делайте. Ну, он не так прямо говорил, но было понятно, что так делать не надо. И я сижу в классе, так же, как и вы, и я чувствую или я думаю, откуда он знает, что у меня проблема именно с этим? Почему он сейчас тратит время с нами после третий дружек? Он мне сейчас говорит, чтобы я именно это не делал. Это немного... я не знаю, как он это может делать? И тогда я пришел к тому, что если ты делаешь свою работу, то это то, что будет происходить. Это чувствует, как это для тебя, и для тебя только. И каждая литература, это точно для вас. И если ты хорошо делаешь свою работу, то будет такое ощущение, и будет казаться, что это все для вас, лично для вас. Каждая буква, все это конкретно для вас. И я помню, что я так смотрела на других. И они думают, что они думают, что он со мной сейчас разговаривает. Но они все хорошо прикидывались. И что будет, если развивать это дальше? То есть, если это семя будет расти еще больше? Два самых важных вещей во время обучения. Ручка и очки. Два самых важных вещей во время обучения. Мы можем поехать в аэропорт. И там есть книжные магазины. И можно закрыть глаза. Я имею в виду, не надо делать, но можно было. Закрыть глаза. Выбрать любую книгу. Открыть на любой странице. Открыть глаза. Открыть глаза. Прочитать. И это будет личное послание вам. Почему? Семина. Это та же карма, что позволяет услышать мягкий голос. Это длинная история, потому что мне нужно было бы определить вместе с тобой, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь услышать мягкий голос. Но поскольку все карма, я всегда могу сказать да. Представьте мир, в котором это становится вашей реальностью. И это может быть странное видео от алкоголика, который говорит на английском. Который снимает видео о русских. И это становится посланием от ангелов. По поводу того, что происходит. Являйте ли это действительно так? Таким? Нет. Нет. Есть ли действительно ангелы? Нет. Нет. Есть ли на самом деле ады? Нет. И поэтому они могут существовать. Мы можем назвать это книгой только потому, что она не может быть книгой, никогда не было и не будет. Мы можем назвать это книгой только потому, что она книгой не является никогда не будет. И поэтому, когда мы говорим в самом деле, мы имеем в виду, существует само по себе. А само по себе не существует. И поскольку оно не может существовать, конечно, так оно не может существовать. И поскольку оно не может существовать, оно не может быть никаким образом для тебя. И из-за этого, по логике, очень даже может быть, что все будет посланием для тебя. Номер три. Ты легко можешь понять намерение Будды, означает учение. То есть есть сотни тысяч страниц буддийских текстов. И если ты хорошо понимаешь Ламрим, можно выбрать любую страницу, не зная, о чем она, прочитать ее. И понять точно, где это, к чему это относится в шагах на пути к просветлению. Я думаю, особенно в первые пару лет, ты иногда чувствуешь, что есть какие-то противоречия. То есть это не совпадает с этим. И ты смотришь на людей, они делают странные вещи, и ты думаешь, что это не то, чему мы вообще учимся здесь. И всегда помогать возвращаться к объяснению, почему логика так важна. Помните ли вы самую первую или самую важную причину, почему нужно изучать логику согласно Будде? Чтобы было интеллектуальное понимание пустоши. Это очень важное, но это вторая причина. Первая причина – не судите другого. Потому что если вы делаете, вы точно упадете. Поэтому нужно доказать самому себе, что ты не знаешь, что делают другие люди и почему. И номер четыре. И номер четыре. И номер четыре. И номер четыре. Это спасает вас от великого непонимательного надежного небеса. Пропасти. От великой пропасти. Безд. Безд. Пропасти. Безд. А как еще раз вы вместе… Спасает от великой безлий. Би-би-би. И это, если вы... Это немного связано с третьим. Но это означает, что вы не сделаете ошибку считать. Но это означает, что вы не сделаете ошибку считать. Что некоторые части учения, они не имеют никакого значения. И значит, у вас не будет ошибки отвергать какие-то учения. Это не означает, что нужно слепо все принимать. Давайте еще раз это скажу. В буддизме есть два вида учеников. И даже есть специальное слово для веры. На тибетском как-то они называются, не помню как. Первая группа называет глупые, тупые ученики буддистов. На тибетском это очень жестко звучит. И это тот, кто согласен со всем, что Бог не услышал. Поэтому, как хороший ученик буддизма, к вам такое требование доставляет, чтобы вы задавали вопросы по поводу всего. То есть нужно приходить и спрашивать. Как вчера мы спорили по поводу христианства. Это не то, что когда ты спрашиваешь, я думаю, он плохой. Это то, что нужно делать. Это то, что нужно делать. Нужно думать. И в то же время не нужно отвергать. И здесь нет никакого противоречия. Мы говорим, нужно поставить идеи на полочку. Потому что, чтобы отвергнуть что-то, нужно сначала полностью это понять. Если что-то не понимаешь, то там можно полностью отвергать эту идею, что ты ее не понимаешь. Поэтому говорят, положи это на полочку. Или приготовь это. И вы почувствуете, когда это произойдет. Например, на революции. И вы почувствуете, когда это произойдет. Например, у нас было короткое обсуждение. Насколько уместное описание мира Мастера Васибангу в курсе ACI 8. Это, для меня, типичный пример. Когда я говорю, я не имею в виду, что ты, в смысле, в общем-то, нужно положить на полочку. И для меня это типичный пример того, что вообще, в целом, нужно положить на полочку. That course is an example where Peter nearly rejected the... not rejected, but I was like, that's not... Well, I thought that's not so relevant. And it's very hard to avoid that expression. And it's very hard to avoid that person. Because you're so used to putting things into little black boxes and then... And you don't even know where we are from you. That's not so cool. And then, when I taught it in Kyiv, that's the first time I understood it. A little bit better. Ну, немножко лучше. I think I'm better than that. I'm better than that. So... Sorry, мне легко ищи на... Добавы вопросы. Ну? Ну? Ну, если вам то понравилось? Да! Пошли, пошли. Если вам то понравилось. Ну, то есть страшно. Да! Игринады. Да! Very high schedule. Ага. That's a piece of itself. So, Geshela says that... I can't believe I haven't heard that before. I can't believe I haven't heard that before. That's one of those parts where I think I can't believe it on this. He said if you stop rejecting teachings It plants the seed for the following things to happen. When you meditate regularly and very well Когда ты медитируешь регулярно и очень хорошо, начинаешь вспоминать вещи зад и наперёд. Я не говорю сейчас об ужине вчерашнего, я говорю ещё более назад. И ты начинаешь вспоминать вещи, когда ты начинал только заинтересовываться этими вещами и вспоминать то, что когда ты заинтересовываешься этими вещами, как сработало для меня, что стало интересным эти вещи. Какая была причина, почему я первый раз оказался на учении Гешимакла? И если начинаешь развивать это, некоторые этапы, которые были в вашей более ранней жизни, могут вспоминаться. У меня есть несколько, один, я помню особенно. Мне кажется мне было лет 10, наверное. У нас был ужин в Австрии с мамой и папой. И у нас была австрийская версия гамбургера. Мы думали, что это чивапчичи, 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 чивапчичи. И я вставляю вилку мяса, и я вставляю вилку мяса, и начинаю есть. И потом это... сейчас кажется так грубой, если я скажу этот голос, но... Но я понимал, осознавал, ты ешь тело другого животного. Ты сумасшедший? Like... Not as a question even, just like a... Like a clarity of unbelievable strength. What are you doing? You're eating the body of another person. Ты ешь тело другого существа. Are you completely out of a mind? And that's a little bit much for a 10-year-old. So I was like, I didn't know what to do with that. I mean, it's from another world, someone going... What's up with you? But... I think because of the training, I put it on the shelf. And I think that because of my teaching, I put it on the shelf. So in a millisecond, my mind went, I can't handle this information right now. Like, what am I supposed to do? Give back the dinner to my mom, and what am I supposed to do? I guess... But because of the training, I think in the past, I decided... It's a... Obviously a correct analysis of what's happening. I never thought about this before in this life. And I couldn't even frame the idea of this life, because it was nothing I was concerned about. But I can't handle it right now. But I want to come back to that later, when I can do something. That is what... It was somehow a mental reflex on that thing. And at that time, I didn't even know that I had the reflex. It was just something like... So then I continued to eat, but very little. And I was like, I think I need to go into my room or something. What does that have to do with it right now? The more you meditate, the more you realize that there is a network of teachings, the more you realize that there is a certain series of teachings, like bulbs of light, realizations, that go back. And when you start to remember past lives, they go over this life backwards. And when you see emptiness directly, you can see billions of years of development where you were taught. And it's a network of light that brings you to that point. For that to happen faster, don't reject any teachings. It's like a little bit switching off on a light bulb. You can't switch it off and it will come back anyway. Worst case, you will be the body that will be eaten. Maybe you get it then. Maybe you understand it then. So, but if you want to make it easier for you, don't reject the teachings. Good. Now, we will write down, and then we make a break. Now we're going to the Lam Rim. the first Lam Rim of the Lam Rim. Remember, Lam Rim means the whole thing, but also each step is the Lam Rim. What's the first and most important thing, if you ever want to get your hypoth check the book, put your guess at home? What's the Beim about? What's your motivation at home? So you don't have a thing, and you want to put your hypoth just somewhere or physically through it and Yeah? You don't know. Crisis? That's true. That's one. I like the answer. In the Lam Rim, Уже предполагается, что ты уже на пути. Поэтому нужен кризис. И мы вернемся к этому на последнем занятии. Сказать, мне не нравится страдать. Потому что тогда ты захочешь что-то сделать. Какая нужна первая вещь, когда ты хочешь что-то сделать? Нужно найти и создать связь с учителем. Мы напишем на тибетском и на русском первые известные строки Ламрима. И после перерыва мы их обсудим. Повторим на удачу, а потом Маша запишет. Повторим на удачу, а потом обсудим. Первая вещь. Сен-ян. 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 Тен-цун. Сен-ян-тенцун. Сен-ян-тенцун. Что такое сен-ян? Сен-ян. 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 Ваш жене это ваш учитель сердца, ваша мама. Тен? Тен уже было вчера, кажется. Вчера это была основа для того, чтобы кто-то мог взрастить в себе обед. В этом контексте это означает использовать. И опять же нет эквивалента на английском или на западном языке, чтобы объяснить, что имели ввиду Тибет, нужно будет сейчас поговорить об этом. ЦУМ последнее слово это как. Итак, первая строка Ламрима начинает с того, чтобы как зависеть, как полагаться, как использовать, как взаимодействовать с вашей Ламой. Хорошего какого-то слова на английском нету, но это то, что это означает. Теперь что-то очень-очень важное на случай, если кто-то умрет сейчас на переменке. Никогда не знает, что было. Если вы поняли эту первую строчку, и вы хорошо ее практиковали, это все, что вам нужно. Вот все. Это все, что вам нужно. Теперь я знаю, что это правда. Это все, что вам нужно. Если вы это понимаете, и действительно так делаете, это ваш путь на выход. Хорошо, на этом хорошо делать. Спасибо. 10 минут. Да, имею в виду. Я имею в виду, но tú не сможешь. Игорь, спасибо за нами folезпор. Это тоже очень очень важно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Но они живут в стране, но они живут в стране, но это гораздо более дешево. И потом они живут в стране, потому что они живут в стране. Но если он сделал это без Бодхичитта? Нет, нет. Если нет Бодхичитта, то это Лебеда. Если кто-то осознавал, что Бодхичитта или Раджи Парабинка, то следующий этап является Лебеда. Очень сильно. Обычно если человек с собой летит, то это в результате начинается вероятныйiens. Если вы практичите Бодхичитта, то это кажется до людей. И тогда вы получите расцвет, которую вы берете. И тогда, когда ты работаешь, что это прожательство. В том числе, вы не понимаете, что существует. Это трех путем. Ария, Ария, Ария. Ария, Ария. Ария, Ария. Ария, Ария. Ария, Ария. Ария, Ария. Ария, Ария.